Всем привет! Сегодня у нас на обзоре четвертый лодочный мотор Mikatsu 30. Сейчас кратненькая информация о самом моторе, а далее отправимся на речку, испытаем его на воде, замерим скорость на нашей казанке, как на предыдущих трех моторах. Ну а сейчас немного о моторе. Зашел в гараж, чтобы показать вам комплектацию мотора, то есть что же было в коробке помимо самого мотора. Это у нас бензобак на 24 литра с индикатором уровня топлива и крышка оборудована здесь клапаном. Далее был топливный шланг с грушей и коннекторами, запасные части, шнурок и рукоять ручного стартера, крыльчатка помпы, две прокладки и пробка слива-залива масла и стопорок. Далее запасной инструмент, чека безопасности и документация. Итак, мотор это двухтактный, двухцилиндровый с объемом двигателя в 496 кубических сантиметров. Масса данного двигателя составляет 53 килограмма. Расход топлива где-то 11-12 литров на один час работы при максимальных оборотах. Максимальный оборот это 4,5-5,5 тысяч. Управление румпельное, но есть разъемы для подключения дистанционного управления. Система запуска здесь ручная, система зажигания электронная. Охлаждение водяное и нижнюю часть я сейчас покажу вам поближе. Вот так визуально выглядит винт. Вращение у него правое. Диаметр винта 9,7 дюйма. Шаг винта 12 дюймов. Под кавитационной плитой находится анод для уменьшения воздействия соленой воды, коррозии на лакокрасочное покрытие мотора. И здесь такой вот рассекатель находится. С этой стороны и аналогично с противоположной стороны находятся решетки забора холодной воды. То есть вода зашла, отработала свой круг, охладила мотор и вышла через центр винта. С этой стороны находится пробка для слива-залива масла и контролька. Объем масла 320 миллилитров. Здесь имеется вот такое вот интересное отверстие. Это отверстие для выхода выхлопных газов на холостом, либо на малом газу. Но стоит добавить газу, начать движение и все. Выхлопные газы у нас начинают выходить через центр винта вместе с теплой отработанной водой. С этой стороны находится рычаг переключения скоростей вперед, нейтраль, назад. Чуть ниже находится штырь для фиксации поднятого мотора. То есть мотор поднимаем. Когда он у нас закреплен на лодке, штырь ставим на место и все. Мотор у нас зафиксирован. Чтобы опустить, штырек убираем, мотор опускается. Чуть ниже находятся регулировки уже угла наклона. Помимо стандартного штыря, здесь есть вот такой вот замечательный рычажок. Мотор подняли, рычаг перевели и все. Угол наклона у нас совершенно уже другой. Но кому может удобно и регулировать вот этим вот штырем. Также на моторе присутствуют товотницы для смазки той же шарниры. Но сейчас здесь смазка не требуется, так как с магазина мотор полностью обслужен. И вся смазка и масла все в этом моторе присутствует. Сейчас еще покажу вблизи эти детали. Также есть колечко для страховочной привязи. Вот этот штырь фиксации мотора поднятого. И вот они регулировки угла наклона. То есть обычный штырь и рычаг. Вот так выглядит. И здесь вот видим товотницу. С этой стороны находится кнопка стоп, подсос и разъем для подключения топливных шлангов. Чуть ниже находятся товотницы на шарнирах с двух сторон. И находится рычаг блокировки подъема мотора. То есть сейчас мотор у нас поднимается свободно. Рычаг поднимаем. И все, мотор у нас зафиксирован. Это обязательно нужно делать при включенной задней передаче. Также в этом моторе есть болт, который регулирует усилие поворота мотора. Сейчас мотор свободно ходит. Его стоит только подтянуть. Мотор уже ходит туже. Ну и давайте снимем колпак. Посмотрим, что же все-таки там находится у нас. Почок. Сняли колпак и вот такую картину мы здесь наблюдаем. Забор воздуха. Карбюратор. Трос управления дроссельной заслонкой карбюратора. Чуть левее находится электронное зажигание марки CDI. Выше располагаются две катушки. От катушек уже идут бронепровода на японские свечи фирмы NGK. Здесь мы можем видеть два цилиндра. И левее находится бензонасос и топливный фильтр. Ну и выше находится сам ручной стартер. Подробно углубляться во все мелочи не будем. Но визуально подкапотное пространство выглядит вот так. Кратненько по мотору пробежались. Теперь о его стоимости и гарантиях. Стоимость данного мотора составляет 270 тысяч. Но по промокоду YouTube, который вы видите на экране, будет 5% скидка. Гарантия 2 года. Но при всех официальных ТО гарантия будет продляться до 10 лет. Лакокрасочное покрытие у данного мотора, кстати, пятислойное. И вот такой презентабельный вид будет сохраняться долгое время. С магазина все масла, вся смазка присутствует. Мотор полностью обслужен. Заливай бензин и вперед. Что мы сейчас и будем делать. В общем, отправляемся на речку и начинаем испытывать этот мотор уже на воде. Мотор обкатан, так что сразу можно полный газ и мерить скорость. Выезжаем на речку. Попробуем сейчас этот агрегат в деле. Бачок взял маленький. Далеко не поплывем сегодня. Так что его хватит. Там даже пол бачка осталось бензина. Всем привет, ребята. Приехали на речку. Вода у нас капитально к осени упала. С последних разов, как мы те моторы еще испытывали, уровень воды упал, наверное, больше, чем на метр. Вода ниже стала. Кругом трава появилась. Да, это к тому, что я ходовки как таковой не знаю по перекатам. И сейчас легко мотор можно всадить просто-напросто на мель. Да, вес имеет. Ничего не скажешь тут. Ну и фиксируем наш моторчик тросиком. С лодкой случилась небольшая беда. Протерли нос. Сейчас постоянно там вода набирается. Не знаю, помешает, не помешает. Конечно помешает. Она будет сейчас бургуздить. И все, там полный нос воды. Попробуем. Может, тридцатка подымет. Вот так вот на холостом идет мысль у этого мотора. Мотор-дверь. Это вообще-то не мотор. Куда-то где столько мощи. Это что за моторище? Щопнутый. Непривычно на таких плавочках. Куда-то где-то. О, пошел, я падаю Субтитры сделал DimaTorzok Короче, 45 с учетом того, что еще все равно нос груздит Но про что я и говорил, что там немного воды, ну там по-любому есть Так что нос у нас тяжелый сейчас Но все равно 45 вниз по течению Это район И плюс нос не исправит маленько Так, ну давайте сейчас против течения Пускай моряковым волны кто-то угомонятся, но Мощь чувствуется, конечно, в моторе Мотор лодку поднимает Ставит чуть ли не в свечку ее Если резко дать газу с места, то чувствуется, что там совсем другой двигатель Серега вон вцепился в лодку и не отпускается А ты не будь, у тебя жилет, ты че, это вот держит Вот такой вес, сына, это пофиг Слишком быстрый Ну это мотор-то ваять, я че, это не 10 лошадей, а 30 Это тот 9,8, что он Газ удал, тихот не поплыл Сейчас против течения, давай, ну Давайте Субтитры делал DimaTorzok 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 Даже на задней скорости газануть уже нельзя, так как можно тупо утопить лодку. Тут уже надо быть осторожным и иметь навык с этим мотором. Ссылки для заказа оставлю как в описании, так и в закрепленном комментарии. Ну а по обзору, я думаю, надо заканчивать. В принципе, больше говорить нечего.